В Екатеринбурге предприниматели, взявшие в аренду пруд для разведения аквакультуры, запрещают дачникам купаться в водоеме. Конфликт грозит перерасти в открытое противостояние. О конфликте отдыхающих с устроителями платной рыбалки на озере Карасьем в Верхесецком районе Екатеринбурга рассказал городской портал Е1. Небольшой водоем расположен на Чусовском тракте вблизи двух коттеджных поселков Карасьеозерских, где проживает вся екатеринбургская элита, включая мэра города, депутатов всех уровней, бизнесменов, в том числе и миллиардеров. На таком же расстоянии от озера расположен массив коллективных садово-дачных хозяйств, хозяева которых всю жизнь использовали озеро в своих бытовых целях, то есть для рыбалки, купания, устройства пикников. Однако в прошлом году администрация Верхесецкого района, либо какой-то иной муниципальный или государственный орган, доподлинно установить это нашим коллегам не удалось, сдали в аренду озеро компании «Аквадом» в рыбоводческих целях. По условиям аренды «Аквадом» должен был облагородить территорию вокруг озера, следить за чистотой на этой территории, а также зарыбить водоем, что в этом году и было частично сделано. В озеро были запущены мальки карпа, форели, толстолобика, белого амура. Обустройство территории также началось, но пока оно выразилось только в отсыпке одной дороги к озеру и обустройству одного рыбацкого мостика. И вот еще в таких табличках, окруживших водоем, запрет на купание в озере и стал предметом конфликта. Ты незакон. Кто за ней прыгнет в воду, если она будет сейчас проблемой у нее? Мама, она ответственная. Я ответственная, так что давайте не это. От моих детей отплывите. За что вы ответственны? За ведь детей? Не смей подплывать к несовершеннолетним детям. Я тебя предупредила. Увидев купающихся дачников, предприниматели приблизились к ним с двух сторон. С земли и с воды. Представьтесь. На камеру представьтесь мужчина. Дима, 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 я сам поговорю. Успокойся, пожалуйста. Вот этот непредставившийся мужчина угрожает несовершеннолетнему ребенку. При свидетелях. Угрожает. И что лень, тупой, снимаешь, ты меня доставай, я его сейчас заберу, телефон и вышлю нахуй. Дима, 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 Дима. Ты что на моей территории приходишь, я бы сейчас начинаю. Свидетели видим? Да мне, б***ь, ты что, б***ь, 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 б***ь. Пришла, что-то, жужжи, б***ь. Ты что, б***ь, заблатовала-то, лошадь, б***ь. Ты скид, б***ь, с телефона вместе, б***ь. Конфликт едва не дошел до рукоприкладства. Снизить накал страстей смог пожилой мужчина. Ну и зачем на женщину так? Я не могу нормально разговаривать, она неадекватная, б***ь. Ну зачем она на нее так с этим, с таким, это? Ну что, б***ь, ты раз сказал нормально, два сказал. Зачем? Вас же никто не обзывал, ничего, не провоцировал. Она не обзывала, она обзывала и провоцировала. Она просто телефон достала, жабу, б***ь, она снимать не делала. Ну, по-человечески было сказано, в циркула стояла. Как выяснилось, человеком в лодке, запрещавшим людям купаться, оказался директор компании «Аквадом» Сергей Тимофеев. Он подтвердил, что озеро было им взято в аренду на 25 лет для разведения рыбы и предоставления услуг платной рыбалке. Тимофеев подтвердил, что он знаком с российским законодательством, в частности с Водным кодексом, гарантирующим свободный доступ в 20-метровую прибрежную зону естественных водоемов. Цитата. 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 излишки, доступные для любительской и спортивной рыбалки на платной основе. И действительно, на сайте компании указаны условия рыбалки и стоимость возможного улова, в зависимости от порода рыбы. Сейчас в озеро уже запущены два вида карпов, два вида форели, толстолобик, белый амур. Между тем, дачники утверждают, что их отношения с арендаторами озера не так благодушны, как рассказал Сергей Тимофеев. Уже сейчас просто гуляющих вдоль берега озера охранники пытаются отогнать подальше. Купание немедленно пресекается. Места для рыбалки огораживаются забором, а вскоре такие заборы могут появиться вокруг всего озера. А огромные колеса квадроциклов, на которых передвигаются сотрудники рыбной фермы, нарушают торфяное покрытие берегов, что может привести к заболачиванию озера. Коллективная жалоба, подписанная пока четырьмя человеками, направлена в прокуратуру Верхесяцкого района.